Второй год подряд баскетболисты Самары выходят в финал Суперлеги и вновь в соперниках Спартак, только в этот раз не из Владивостока, а из Санкт-Петербурга. То, что легко не будет, подтверждали и личные встречи. В этом регулярном чемпионате питерцы дважды обыграли Волжан. Первый финальный матч начался с медленного и вязкого баскетбола. Команды радовали зрителей эффектной защитой, а вот забивали очень мало – 12-10 в пользу Самары. Мы сыграли в их баскетбол, мы подстроились под их игру. Спартак играет достаточно медленно, очень кучно, очень неплохо использует свои габариты в защите, а мы закрылись. У нас были чистые атаки, но мы доводили атаки на последних секундах, эти атаки мы не забили и поэтому опять же засорневались. Продолжилась тягучая игра и во второй четверти Волжане за пять минут смогли набрать только одно очко. Гости смогли воспользоваться этим только, чтобы выйти вперед. Организовать солидное преимущество не получилось. Сами они забивали так же редко. На большой перерыв лидером ушел Спартак – 21-23. Мы знали, что команда будет сильная и в принципе ничем не удивил даму. Питеру немножко не повезло, там они промазали свои броски, но я думаю, что это мы сделали для того, чтобы они промазали эти броски. Мы сегодня хорошо обвещались и надеемся, что в будущем такая же защита у нас будет хорошая. А вот после большого перерыва нападение Самары заработало во всю силу. Подгоняемые мощной поддержкой трибун в третьей четверти Волжане забросили больше, чем за предыдущие две. Хозяева отправили в цель сразу пять трехочковых бросков. Забивали на любой вкус и при этом не забывали здорово защищаться. 27-6 в третьем игровом отрезке и 48-29 в матче. После большого перерыва, наверное, мы просто дали свободно бросать и меньше контакта в защите. И Самара забила и почувствовала игру, а мы на этом фоне поплыли. Гости в четвертой четверти постарались организовать погоню, сделали рывок 5-0. Но попадание Бадена Яксона, приведшее в восторг самарских зрителей, вновь выбило питерцев из колеи. И приблизиться в счете Спартак так и не смог. Самара спокойно довела дело до победы в 62-41 и повела в финальной серии до трех побед 1-0. Следующая игра состоится 25 апреля в МТЛ-арене в 19 часов. Татьяна Дмитриева, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.